Масштабы коммунальной катастрофы в России, массовое отключение отопления воды в ряде населенных пунктов на фоне сильных холодов и без отопления остались сотни домов, десятки тысяч людей, детсады, школы, больницы и многие записывают видео с просьбой решить эту проблему, показывают как у них замерзают или затапливают из-за того, что разрываются трубы. Но Кремль уже заявил, что Путин взял ситуацию с отоплением в Московской области под личный контроль и это, наверное, самое страшное. Как вы думаете, как Путин будет все это контролировать? Точно так же, как он контролирует, уже 24 года. Он находится у власти, я вам напомню, 24 года. Вот все, что сейчас Кремль сказал, было бы реальным, если бы это было сказано в 2000 году. Вот Путин только что выиграл выборы или готовится только идти на выборы 2000 года, значит, все там замерзает. Он говорит, это вот после Ельцина такое наследство, значит, ну я вот как только приду к власти, я вам всем покажу Кузькину мать и, значит, я возьму это под личный контроль, и у меня через год не останется ни одного российского города, который будет заморожен. Но ведь Путин это говорит после 24 лет своей власти. То есть это все было заранее программировано. Кстати, если вы перечитаете наши статьи, там, публицистов, которые писали на эти темы, экономистов, которые писали на эти темы, мы все ему говорили 20 лет, 24 года назад, что советская инфраструктура исчерпала свой ресурс. Советская инфраструктура не может дальше продолжаться, и Российская Федерация должна чего-то сделать. Путину в этом смысле повезло, потому что при Ельцине не было денег. У Ельцина была жуткая совершенно ситуация, был дефолт в 1998 году, то есть государство когда-то не смогло расплатиться по своим долгам. А когда Путин пришел к власти, то на него буквально пролился долларовый дождь. Это, кстати, он к этому не имел никакого отношения, то есть это просто так получилось. Да ему повезло. Вот пацану повезло. Значит, сел он в кресло в Кремлевское, и вдруг у Китая, из-за того, что Китай, благодаря тому, что Китай развивался очень бурно, ему понадобилось очень большое количество всяких ресурсов. И когда есть очень большой спрос у одной страны на ресурсы, то, естественно, повышаются цены на все эти ресурсы. И Российская Федерация, которая продавала раньше свои ресурсы за копейки при Ельцине, я вам напомню, там вот на стыке между Горбачевым и Ельцином цена за нефтяной баррель была от 5 до 10 евро. От 5 до 10, ну там не евро, а в долларах обычно эту цену называют. 5-10, это не 50, не 50, а 5-10. А при Путине это стало 100. А потом стало даже 160. И эти все деньги на него пролились, и вот за эти все деньги можно было перекопать все эти советские трубы и заменить их на нормальные трубы. Можно было сломать все сталинские бараки и построить вместо них нормальные дома. Можно было сломать все советские пятиэтажки. Как это говорил Хрущев, я вам напомню, что Хрущев, когда запускал свою живичную программу, она у него была рассчитана на 25 лет. Он говорил, вот сейчас у нас коммуналки, вот сейчас у нас разруха послевоенная, поэтому надо нам настроить очень много, очень много очень дешевых, очень плохих жилищ, но они нам только позволят, чтобы расселить всех немедленно, всех советских граждан. И через 25 лет мы начнем их ломать и строить нормальные дома, когда у нас все более-менее устаканится. В большинстве городов Российской Федерации эти пятиэтажки просто сделали им капитальный ремонт, то есть их там покрасили, прикрепили какие-нибудь там балкончики, чего-то такое, сделали вид, что они теперь нормальные дома. Вот единственный город, который я знаю свой личный, вот я жил в Зеленограде, мы в Зеленограде, когда приехали в 64-м году мои родители, а я в 66-м, то у нас мы жили в пятиэтажке. И вот весь микрорайон, третий микрорайон, где были мои пятиэтажки, там они их всех сломали и построили нормальные дома, построили новые современные дома, которые, естественно, на порядок лучше этих пятиэтажек. Хотя, в принципе, в том же самом Зеленограде уже там где-то на рубеже 70-х годов уже начали строить не пятиэтажки, а девятиэтажки, которые получше были, чем пятиэтажки, а потом башни, которые были совсем получше, а потом кирпичные башни, которые совсем были хорошие. Вот у нас два микрорайона был, пятый и там кусочек третьего, один назывался Царское село, а другой назывался Дворянское гнездо. И вот Царское село, там где жили все начальники городские, это были три башни из кирпича желтого, очень красивые, очень хорошие, они до сих пор стоят и до сих пор котируются, кстати. А потом еще пятый микрорайон, где построили башни из желтого кирпича, ну и там, так сказать, туда поселили какое-то такое среднее начальство, средней руки, потому что там больше было этого самого дела. А в большинстве городов советских ведь эти пятиэтажки не разрушились. В Москве есть еще районы, где есть эти пятиэтажки хрущевские, которые на самом деле, у них был ресурс 25 лет, а они дослуживают уже там седьмой десяток или шестой десяток. И у Путина были деньги все это сделать. Но он решил, что нет, мы украдем все эти деньги, мы их разделим с Тимченками всякими, с Ротенбергами, с Дерипашками, с Потанинами и прочими со всякими олигархами. 117 миллиардеров Российской Федерации. Вот 117 людей обладают богатством порядка 400 миллиардов долларов. 117 человек обладают богатством точно таким же, как были клады Центрального банка России, которые гарантировали стабильность рубля. Вот вся Россия держала там 300 миллиардов за границей, а вот эти 117 человек, они обладают на 100 миллиардов долларов больше, чем Банк России держал авуаров западных банков. И все эти деньги, они же у них там лежат, они себе на это покупают дворцы, они себе яхты строят, они там себе устраивают вечеринки голые, но, правда, эти голые вечеринки, про них никто не рассказывает. И так далее и тому подобное. А в это время, значит, прохуждаются трубы и затапливают дома, и дома без топлива. Причем ведь это дома, которые находятся в Российской Федерации, которые, понятно, что у нее три четверти ее территории находятся, ну, так сказать, в очень холодных местах. Потому что, за исключением Центральной России, все остальное, это там минус 30, минус 40, минус 50 зимой. И зима эта длится с сентября по май, или там по июнь. То есть, на самом деле, все это можно было запланировать, и то, что Путин это не запланировал, и то, что сейчас у него на 24-м, или там даже на 25-м году его правление, у него все те же самые проблемы, но еще в худшем варианте. Потому что сейчас он ведет войну, и сейчас ему все деньги нужны на войну. Кто же сейчас будет помогать этим самым бедным, несчастным россиянам? И вот вы сказали, они там снимают видео и просят, чтобы им там что-то... Кого они просят? Дорогой Владимир Владимирович, мы вас очень сильно любим. Мы за вас голосовали 24 года. Мы пойдем за вас голосовать 17 марта следующего года. Но вот сейчас вот у нас трубы прохудились. Помогите нам, пожалуйста. У людей нет головы. Они не понимают, что если этот человек 24 года у власти находится, и у них до сих пор прохуждаются, не знаю, как это... Сложный глагол. Прохудились трубы, то это он виноват в этом. И они к нему же на 25-м году опять пишут петиции. Дорогой Владимир Владимирович, помогите нам. Потому что вы, наверное, не в курсе, что у нас там они прохудились трубы, да? А он очень все в курсе. Просто ему теперь на эти трубы совсем наплевать. У него государственный бюджет теперь на 40% на войну уходит. И больше того, он им говорит, а зачем мне ваши дырявые трубы латать? Я лучше заберу все ваше население на войну, его там убьют просто. И не надо мне ничего, будет латать. И кому там жить в ваших бараках, если всех убьют на этой войне? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...